Мы продолжаем призов на строковую військовую службу. За урахованием того, что сегодняшняя команда убивает, мы закрываем порядка 150 человек из 309 вызначенных нам в задании, которые распоряжением Кабинета Министра было вызначено на область. Это порядка 51%, трошки больше 50%. Было принято решение в Генеральном штабе, что до участкового корыгувания завдания, уменьшения численности призовников, которые будут отправляться до Национальной гвардии Украины. И за рахунок 70 человек, за рахунок всего, збільшение завдания и укомплектованности Збройных сил Украины. И, кроме того, был продолжен термин подачи ресурсов до 30-го листопада. В принципе, как это и визначено в указе президента про строки проведения черговых 2015-го призовов. Сегодня, как я сказал, мы укомплектовываем попереднее завдание Збройных сил, ну и додатково надо будет 70 человек перепризначити из Национальной гвардии. Все команды на сегодняшний день своєчасно укомплектовывались и уходили в визначенный термин, визначенный визначенный завдание по количеству, по качеству, по выбору, по тим вимогам, которые каждая команда потребует. Нагадую, что касается Збройных сил, все призовники убивают в научной військовой частини, старичи Львовскую область, Десна, Чернигевскую область. И после этого, после учения по соответствующей військово-облектовой специальности, будут продолжать службу в визначенных військовых частинах. Есть у нас неявка на сегодняшний день. Мы проводим не столько расшук находения этих призовников, сколько по районам разъяснение, что и самим призовникам, и их родителям, и, соответственно, и приваги, и плюсы проходения строковой службы, и, соответственно, негатив для тех, которые пытаются ухилиться от проходения строковой службы. Что касается позитива, то, что касается плюсов, каждый військовослужбовец, уже те, кто призваны и отправлены в войска, кроме сегодняшней команды, на рахунки, их карточные, карточные, и, соответственно, были рассчитаны каждому 2756 гривен, то есть две минимальных заработки, которые выяснены, поставлены завданным кабинетом министром. Кроме этого, за строковиками, так как и за контрактниками, призванными за мобилизацией, если они работали до призового настрокового військового службы, зберегается выплата среднемесячной заработной платни. Кроме этого, что касается всех переваг, как військовослужбовца, харчевания, речевое забезпечение, медичное забезпечение, в том числе и безкоштовное в разе захворювания, в частности проходжения строковой службы. Кроме того, после извильнения строковой військовой службы, в месячный термин после прибытия постановки на військовый облик, за подание військового комиссариата органы социального забезпечения выплачивают среднемесячную заработную платню, если работал хлопец до призового настроковую службу и минимальную заработную платню, если не работал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова